Все гнилое, балки гнилые, посмотрите на потолок, сюда он висит, тоже ненадежно все это состояние. Андрей показывает разрушенный подъезд в поселке Козулька. Говорит, аварийным дом признали несколько лет назад, а накануне здесь обвалился потолок. Просто сам по себе упало все. Он тоже на подпорке стоял, здесь палка стояла. Он просто сам по себе, часть потолка, она не целиком упала, она часть потолка упала, а вторую часть уже висела вот так вот, приехали парни, администрация приехала, и уже не дала моли, уже ночью по ночи дала моли, чтобы как бы совсем не упало. Под обломками оказался его зять Евгений, он пришел в гости, зашел в подъезд, а дальше, как говорится, удар, очнулся, больница. Диагноз – сотрясение и сильные ушибы спины. Посидели маленько, стал выходить, слышал треск, успел так руками прикрыться, и все, дальше ничего не помню. Там уже вытащили, занесли домой, вызвали скорую. Приехала скорая, поставила укол, приехал МЧС, потому что выйти сам не мог, они мне выносили на руках, он стоит весь на подпорках, никто ничего не делает. На бездействие администрации жалуются и остальные жильцы. В соседнем подъезде потолок обрушился еще 4 года назад, балки провисли, а кирпичи выпадают с каждым порывом ветра, и все это время в страхе живут пенсионерка и мама с ребенком. Ну как вот, детей боятся выпустить, мы уже пенсионеры, тоже боимся ходить, лестницы посмотрите какие. Вот оно все сыпется, по ночам вообще страшно, потому что кирпичи вот эти, они все сыпятся. Лестница вообще в убогом состоянии, она вот она вся крошится. А вот за свет в подъезде мытье полов, говорят, жители исправно платят. Правда, смеются, глядя на единственную в доме лампочку. Власти же переселить всех жильцов обещали к 2019 году, однако сегодня от администрации новостям ТВК получить ответ не удалось. Мы продолжим следить за этой темой. Надежда Инчапурук, Михаил Зинкевич, Новости ТВК.